Парни, привет! Это я и, как вы уже поняли из названия, мы сегодня с вами будем говорить о необходимости накамерных мониторов у любого человека, который занимается, собственно говоря, видеосъемкой. Ну, туда-сюда, что-нибудь там ходит, снимает. Конечно же, на первом месте это стоит зрение. Я, как стареющий стремительно индеец, хочу вам сказать, что я уже очень давно за собой наблюдаю вот этот вот эффект, когда каждый раз, находясь около экранчика камеры, я пытаюсь снять очки, потому что в очках я близорукий, да, в очках мне уже как-то становится плохо видно. И вот, допустим, если не снимать очки, то камеру мне надо отодвигать подальше. Соответственно, вот на этом маленьком трехдюймовом экранчике камеры я уже вообще ни черта не вижу. И вот это вот постепенно-постепенно начинает напрягать. Ну, слушайте, это физиология, плюс еще у меня сказался, когда-то коронавирус, да, зрение немножко подсело в обоих причем направлениях, и в плюс, и в минус. И вот именно в тот момент я понял, что монитор это не просто какая-то фича там для отображения лутов, там для каких-то там вспомогательных инструментов. Нет. В самую первую очередь это, конечно, инструмент, в который тебе просто удобно и комфортно смотреть. Вы, если вы давно подписаны на мой канал, ла-ла-ла, вот это вот все, вы, наверное, знаете, что существуют там ультра-дешевые какие-то модели, вот по типу вот этого порт-кейс 5.6. Вы знаете, на самом деле, несмотря на вот то, что он врет цвета безбожно, просто как какая-то тварь, этот монитор очень полюбился людям. Во-первых, по причине того, что у него здесь действительно стекло, у него стеклянный экран, это очень приятная фича. Он маленький, легкий, у него два типа аккумуляторов, он умеет делать стретч, мы так, честно, и не разобрались нафига. Но самый главный прикол у него был, опять-таки, помимо цены, да, это то, что этот монитор умеет выводить сквозной лутированный сигнал куда-нибудь там. Ну, то есть, если ты стоишь где-то на свадьбе, вот еще один, да, прикол с мониторами, если ты стоишь где-то на свадьбе с камерой в руках, и вот ты бы хотел вывести лутированную картинку куда-нибудь на проектор, да, но у тебя всего один трансмиттер, всего один там приемник, вот это вот все, и ты этого просто средствами камеры, средствами фотоаппарата, ты этого просто не сделаешь. Ну, тебе придется там включать гибрид логарму или просто ППО, да, для того, чтобы зритель там у тебя. Это один лишь пример. В той же самой степени это все относится к стримам там или еще каким-то моментам. Это все вот примерно плюс-минус взаимосвязанные вещи друг к другу, потому что степень применения, да, она варьируется исключительно вот лишь от сиюминутной вот необходимости что-то там делать. Стрим, трансляция, еще там что-то, показать просто на плейбэк там типа твоему режиссеру что-то отправить уже крашенное. Вот это вот все. Для этого, конечно, этот монитор подходит как нельзя кстати. Но у подобного рода мониторов есть, конечно же, существенное ограничение. Если ты перфекционист, если ты видишь разницу в цвете, если ты понимаешь, что вот этот вот здесь вот в красном немножечко неспектральные оттенки бирюзового, ну типа вот эту вот всю шнягу, то, конечно, эта штука тебе не подойдет. Ну, тупо по причине того, что это самый простой, мать его, накамерный монитор, который вообще можно купить на рынке. Он, наверное, самый дешевый, но вот таким вот довольно-таки оригинальным и приличным функционалом. Плюс это порткейс. Порткейс это всегда качество, это всегда хорошо. И самое главное, порткейс это всегда LH5. Ну, типа, чтобы вы понимали, это, знаете, на моей блогерской вот этой памяти, это был самый первый монитор вот с таким вот крутым изображением, с таким крутым профессиональным исполнением. У него алюминиевый фрезерованный корпус, цельно литой, здесь нет никаких шурупов, ничего. У него емкостное стекло с олеофобным покрытием. И самое главное, этот монитор имеет заводскую калибровку. Но печаль, беда заключается в том, что он не умеет некоторые фичи, которые умеет его вот более дешевую вот такую вот собрать. Это, кстати, очень печальная тема, но плюсом этого монитора нужно отметить то, что эта штука по Wi-Fi умеет управлять твоей камерой. Не спрашивайте меня, зачем? Я не знаю, зачем они это сделали, потому что все равно этот монитор должен быть у тебя подключен как бы к камере физическим шнурком, что мешало там добавить USB интерфейс, я не знаю. Но как бы тем не менее, вот по Wi-Fi этот монитор умеет управлять экспозицией, стартом, стопом записи, вот это вот все. И опять-таки, еще раз повторюсь, самое главное у LH серии порткейсов то, что это профессиональные экраны. То есть здесь IPS матрица профессионально утро с потрясающими углами обзора. Это очень важный момент, потому что вот этот собрат может похвастаться правдивостью света, исключить лишь когда ты будешь на него смотреть вот так. Ну и конечно он 700 ниточный, то есть этот монитор будет вам на солнце по яркости, ну плюс-минус как твой телефон, даже может быть чуть-чуть тусклее. Короче, ты там не увидишь ни хрена. Далее я как бы рос, наверное, как блогер, ну я на самом деле не расту ни хрена, но как бы тем не менее, мне вот различные интересные компании, вот типа тех же самых Холилендов, Порткейса, Фривеллы, там еще всякие ребята, да, они мне скидывают вот подобного рода устройства. У этой штуки есть неоспоримое преимущество, у нее есть встроенный приемник, то есть это монитор-ресивер и одновременно монитор, который может быть сендером одномоментно, то есть вот в этом же самом случае. Но, как вы уже догадались, стоит эта штука в 2,5 раза дороже вот этой и раз, наверное, в 100-500 дороже, чем вот эта вот штука. Ну так вот пытливый зритель задаст вопрос, дядя, так а что мне выбрать, что для меня нужно? Ну смотри, если ты просто слепой индеец, как я, да, то вот можешь взять вот что-нибудь вот такое вот. Если ты привередливый слепой индеец, то, естественно, тебе надо взять вот такое. А если ты привередливый слепой индеец, который работает на площадках иногда там с какими-то режиссерами и любит, чтобы у человека, который контролирует твою работу, была картинка еще и лутинрованная, еще и суперяркая, еще и прям в реальном времени, то, естественно, братюнь, тебе нужна вот эта штука. Ну, естественно, стоимость этой штуки, она многих из вас, особенно ввиду последних там цен на валюту, она повергнет просто в шок и ужас, и вы быстро-быстро откажетесь от этой идеи. Ну, потому что реально в большинстве случаев проще взять мобильный телефон по Wi-Fi из камеры, просто туда выгнать какой-то сигнал и дать ее это просто вашему режиссеру, то есть на все есть какой-то ответ. Но, вы знаете, недавнего времени наш любимый FotoRange.ru, Николай, спасибо ему огромное за то, что он есть, да, он связался со мной и начал рассказывать вот эту вот старую историю, что ОСИ в свое время были представлены в России, компания была представлена в России по этим мониторам, но о ней мало кто знал, потому что они плюс-минус находились где-то вот в этой же логической цепочке, как SmallHD и TV Logic. То есть, если вы внимательно посмотрите на какие-то бэкстейджи в интернете, да, на которых показываются там съемки фильмов, там еще какая-то тема, то вы обратите внимание на название этих мониторов. Вот в 80% случаев там будет написано TV Logic и в 20% случаев там будет написано SmallHD, потому что у SmallHD есть некая там коллаба с Red, да, и Red по умолчанию там свои камеры оснащает SmallHD мониторами. Ну, типа, как бы это Red монитор, но на самом деле это SmallHD монитор, который для Red делает замечательные вот такие вот мониторы. В чем прикол? Казалось бы, да, Таран, давай уже хватит базарить, давай уже увязывай, что ты там тут пытаешься лапши понавешать. А прикол в том, что, опять-таки, возвращаясь к тому, что я сказал несколько минут назад, OC является по плейбэк мониторам прямым конкурентом по качеству, по цене, по производительности, по дюрабельности, да, прямым конкурентом кого? Правильно, TV Logic, то есть это даже немножечко выше, чем с SmallHD. Но у этой штуки, помимо основных вот супер-пупер профессиональных кинофич, еще одна такая замечательная киллер-фича, которая называется рабочий стол. В этой штуке 4 рабочие среды или 3, в этой штуке их, блин, 8. То есть, что это такое? Это 8 сценариев использования накамерного монитора. Именно эта фича выделяет SmallHD из всех мониторов, которые присутствуют на рынке. Именно эта, ну, там еще фича по управлению камерой RED, ну, это есть вот здесь, то есть, как бы, на самом деле, SmallHD там не было, не были первопроходцами. Это уже давно и успешно делает и порткейс, который тоже является таким профессиональным устройством, как я уже говорил, и все такое. Я его люблю, я им пользуюсь до сих пор, ему уже несколько лет. Самое первое, что бросается в глаза, это утопленное гнездо HDMI. Второе, это, конечно же, это моя самая любимая фича у любого накамерного монитора. Это Макео физическая кнопка включения этого монитора. Эти ребята сделали кнопку, которую надо нажать и держать полтора часа. А вот эти ребята, такие как порткейс, вот эти, они сделали физическую кнопку, которую просто нужно сдвинуть в сторону. Конечно же, этот утопленный кабель, это вообще отдельная тема, тупо по причине того, что у тебя из торца твоего и так не узкого монитора. Ну, то есть, вы видите, здесь есть некие такие рамки, да, с одной стороны они их замаскировали под вот эту вот кнопку, да, а с другой стороны, ну, что делать, ну, давайте сделаем вот тут такой вот отступ и кабель ловко-ловко прячется туда. Там же у нас с вами находится очень такая серьезная дырочка, маленькая, такая прям дырочка, мое почтение, в которую ты можешь воткнуть свою пустышку для камеры. Как тебе такое, Маск Илон? То есть, прикол какой? Вы помните вот эти вот удивительные истории, страшилки от каких-то там мятных карасей? Никогда не включайте в монитор пустышки. О, боже, блин! И они всегда такие в чатах сидели, рвали одежды, посыпали головы пеплом. Никогда не делайте, никогда у вас все сгорит камера. Я делал это пять лет, ничего не сгорело, ничего не использую. Ну, как бы, тем не менее, для того, чтобы успокоить пердаки вот этих вот парней, да, горящие, они сюда сделали порт питания пустышки. То есть, вы знаете, пустышка такой вот, папа-порт, самый простой обычный, пружинка-провод и пустышка, которую ты втыкаешь в камеру. То есть, как это выглядит, ты ставишь плюс-минус емку, какую-то батарейку на свой накамерный монитор, подключаешь в этот же накамерный монитор пустышку, которую втыкаешь в камеры, в отличие там от камерных батареек, на вот этой батарейке твоя камера вместе с монитором будет работать там 6, 7, 8, 10 часов в зависимости от степени, будем так говорить, твоя распущенность. Но, опять-таки, здесь это и фича, это же и минус в том плане, что если ты какой-то прозорливец, да, и ты вот всю жизнь покупал кабеля, которые выгодно отличались от кабелей всех других людей, ну, типа, у меня есть такие кабеля, у которых повернутая вот эта вот головка подключения, то ты ее сюда хрен засунешь. Так что страдай, мазафака. Далее, естественно, порт для SD-карты. Вы знаете, в порт-кейсе это все дело решено простым USB-A портом. Обычная SD-карта. SD-карты есть у всех. SD-карты торчат во всех фотоаппаратах. То есть, ты перед съемкой. Вчера вечером сидел, мутил какие-то там лутики себе в DaVinci, сегодня ты их закинул на карточку, приспондорил сюда, и что, прелесть, скинул их к себе вот сюда. И все эти луты, все эти настройки по мониторам, еще раз напомню, это очень важная фича. Ты можешь использовать в этом мониторе в четырех сценариях, в этом мониторе в восьми сценариях. То есть, монитор может быть один, это могут быть разные объективы, это могут быть разные камеры, это могут быть разные места съемки, это могут быть разные требования там по контенту. И все это в этом мониторе поддерживается. Все, что тебе нужно сделать в этом мониторчике, сделать просто вот так джойстиком, а в этом мониторчике двумя своими вонюченькими пальцами сделать свайп. И все, это как на маке, ты тремя пальцами делаешь свайп, и у тебя переключается рабочее пространство. Эти штуки, в отличие от вот этих вот всех баснословно дорогих мониторов, обладают вот такой вот фичей. И вы знаете, второй монитор, это еще не все. Вы думали, это остановка? Нет, второй монитор тоже у нас 5 дюймовый. Я его уже доставал, я его сейчас при вас распечатаю. Вот так вот. Второй монитор, 5 дюймов, я хотел сказать чистого секса, но нет, второй монитор, это у нас 5 дюймов чистого пластика из Гуанчжоу, но как бы ладно, не суть, я шучу, все. Такое же абсолютно точно крепление есть и в этом мониторе, стоит считать, что у этого монитора в комплекте нет саншилда, хотя и тот, и тот монитор 1000 нитковый, но здесь яркость типа 1000 нит, но мы к этому еще вернемся чуть позже. И вот у этого монитора уже присутствуют какие-то, какие-то навороты. Во-первых, у него отсутствует возможность подключения двух типов аккумуляторов, то есть сонинского MP и каноновского LP, LP же, да, называется, который вы суете свои богомерзкие каноны. Вот, здесь его засунуть нельзя, то есть это, вы поняли, это монитор чисто для саневода, то есть это вот прям священный монитор. Главное еще, здесь есть сквозняковый HDMI, он поддерживает 4К, то есть вот этот HDMI ты сюда засунул в 4К и выходит у тебя тоже 4К. То есть если у тебя есть какой-нибудь 4К сендер, этот монитор отдаст тебе 4К, чего не может делать вот этот монитор, который стоит как чугунный мост. Чего не может делать вот этот монитор, который стоит как 15 тысяч чугунных мостов. Но зато может вот этот монитор, который стоит как ужин в Макдаке. Естественно, здесь у нас есть дырка для SD-карточки. Естественно, как и в этом вот более младшем собратье, у нас есть возможность подключения вот такой L-шины, так называемой. То есть это штучка, с помощью которой вы крепите этот монитор к себе на свою камеру. Круто, что она вообще есть в комплекте, хотя я терпеть не могу вот подобного рода устройства, тупо по причине того, что монитор становится неартикуляционным. То есть очень часто я стою на штативе около камеры сбоку, и мне бы вот это вот развернуть монитор, вот было бы самое то, но, увы, я... Помимо рабочих пространств, помимо вот этого вот всего, у вас есть возможность здесь воспользоваться потрясающей фокус-фичи. То есть вы, наверное, все знаете про вот эту тему фокус-пихинг, да, это крутая тема, вы там фокусируетесь, там наводитесь, и вот камера, либо экранчик монитора вам показывает вот эти вот беленькие полосочки. Знаете, что он делает? Он, ввиду способности вот этой вот прекрасной матрицы, он просто до какого-то невероятного состояния повышает резкость. Это знаете что? Опять-таки, это TV-Logic и это с малой HD. Это фичи, которые до этого мы с вами видели исключительно в супер-мега-профессиональных мониторах за какие-то баснословнейшие день. Вот этот монитор по изображению он даст форы, может быть, даже вот этому моему любимому порткейсу или вот этому Холиленду. Ну, наверное, тем более, потому что на Холиленд в большинстве случаев картинка приходит через сендер. Я даже не помню моментов, когда я подключал этот монитор по HDMI, но как бы вот тем не менее. Здесь ты видишь итоговый результат вот в той же степени кайфа, в которой я вижу итоговый результат вот своей съемки вот в этом моем мониторе. То есть, если вы давно смотрите мой канал, опять-таки, да, короной и фразой, вы помните мою риторику по поводу порткейсов? Порткейсы, по-хорошему, по большому счету, это моники, которые позволяют мне еще на площадке видеть то, что я буду видеть в окне плейбэка с покрасом. По сравнению, допустим, вот с этим монитором, да, здесь есть сенсор, да, здесь у нас 8 вариантов использования этой штуки, здесь есть как бы то-се. Здесь добавили еще и вот эту вот замечательную, потрясающую просто фичу, которая повышает резкость монитора. Большой экран дает тебе возможность сценировать изображение абсолютно по-другому. А если это этот экран еще оснащен вот такой замечательной матрицей, с таким разрешением, с такой резкостью, с такой цветопередачей, с возможностью использования лутов, блин, то есть, с продолжительным временем работает аккумулятор, потому что, вы знаете, на самом деле, тысяча ниток, это вот очень-очень крутой баланс между производительностью, наверное, и временем работы. Ну, на самом деле, вот у меня 1700 ниток монитор, но, по сути, я его юзаю всегда в пределах где-то от 700 до 1000. То есть, этот монитор у меня никогда не дубасится на полной яркости, я просто не вижу в этом никакого смысла. На солнце они нагреваются, отключаются, в каком-то тихом помещении они начинают выть вентиляторами своими. В этих мониках нет вентиляторов, то есть, выть здесь завывать нечему, но стоит отметить один такой момент. Вот этот монитор немного горячее, хотя он использует практически тот же самый сенсор, да, с той же подсветкой в тысячу ниток, но моник немножко-немножко погорячее. Но, опять-таки, простим ему этот нагрев, потому что, опять-таки, вот эти варианты использования сценариев в работе с монитором, еще раз напомню, самое главное, вы используете разные камеры, у тебя под это разные задачи, вы используете разные объективы, вы находитесь в разных местах, ты буквально каждое свое место можешь назначить на функционал, на вот эти вот так называемые рабочие столы. Настраивается это все очень просто, есть специальное меню, здесь оно все выбирается с джойстиком, здесь вы просто пикаете своим пальчиком, и на любой из 8 сценариев вы назначаете вот эти вот варианты работы. Еще раз напомню, друзья мои, вот тут у тебя работает пикинг, здесь у тебя может работать лут, здесь у тебя может работать векторскоп, эти инструменты все здесь есть. Тут ты можешь назначить анаморфирование, если ты вдруг вот решил, а я сейчас все буду снимать на анаморфот, снимаешь сферический объектив, надеваешь туда анаморфот, и тебе не надо ничего перенастраивать, тебе не надо заходить в меню. Тебе достаточно просто пальчиком свайпнуть в сторону и выбрать именно тот вариант сценария, именно тот самый рабочий стол, который тебе поможет с этим. Это очень крутая фича, еще раз, друзья мои, потому что на рынке до сих пор, я недаром вывалил вам все мониторы, на рынке до сих пор подобного ничего не было, точнее оно было, но опять-таки, еще раз напомню, это все было в Small HD, это все было в TV Logic. А по картинкам все эти мониторы, даже вот этот вот мерзавец, по картинкам все эти мониторы, они уже давным-давно обогнали, а кое-кто и даже перегнал по изображению эти самые Small HD и TV Logic. И, кстати, надо отметить, Small HD, который я тыкал в последний раз в своей жизни, он очень серьезно тормозил, и вот эти вот рабочие столы проворачивались с такой, знаете, какой-то напряженной осторожностью. Здесь, как бы, я этого пока не заметил, ну, может быть, пока опять-таки. Ну, как бы, время покажет, в любом случае эти штуки остаются у меня, как и все, что я обозреваю остается у меня, потому что это ни хрена, это не реклама, это ничего, я просто с вами делюсь какими-то наблюдениями вот из жизни профессионального видеографа. И да, если ты мечтаешь научиться экспонироваться под лог, это очень важный момент, то лучшего способа научиться работать с логами, научиться работать с лутами, ты, лучшего способа, как на камерный монитор с такой поддержкой, ты просто не найдешь для себя вообще. То есть, все, что тебе нужно сделать, как я уже говорил в начале видоса, это загрузить сюда все свои любимые лучанские, просто включать их на съемочной площадке и экспонироваться уже непосредственно под этот самый лут. Если у тебя непрофессиональный конкордер, либо непрофессиональная кинокамера, то все, что тебе останется сделать, это на посте смонтировать твой материал и просто приложить тот самый лут, который ты использовал в этом мониторе, и все у тебя будет просто на высшем уровне. Потому что, еще раз повторю, у этих мониторов очень качественные матрицы с очень детальным разрешением и, конечно же, вот эта фича с рабочими столами. Еще раз напомню, блин, я просто такого еще не видел в доступных мониторах и фича вот с этим повышением резкости, здесь такого, кстати, нет, здесь классический фокус пикинг, а вот тут вот есть вот эта старая операторская фича, такой лайфхак, когда, знаете, тогда деды, вот эти вот наши отцы, они просто тупо до удара поднимали резкость в мониторах, чтобы видеть, куда ты попадаешь. Лайфхак, годно, я считаю, очень годный лайфхак. Здесь эта штука реализована как фокус-ассистент, то есть ты просто крутишь колесо фокуса и все, у тебя становится на свои места. Друзья мои, с вами был Таран, это не реклама, еще раз, никто мне за это не платит, я просто с вами делюсь каким-то хорошим настроением. Привет Фоторенджу, привет Николаю, передавайте, когда придете, может быть, поинтересоваться у него этим монитором, то передавайте от Тарана привет, а я пойду еще что-нибудь вам поснимаю. Пока!